Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Эфир телеканала РЕН-ТВ продолжает новости Анапа-регион в студии Ирины Меркурьева. Здравствуйте! Смотрите сегодня выпуски. Уют своими руками. Жители Анапы и общественники совместными усилиями делают город красивым и ухоженным. Рецепт хорошего настроения. В Анапском всероссийском обществе инвалидов работает клуб, где все творческие и одаренные могут блеснуть с талантами. Бархатный сентябрь. Главный синоптик края о прогнозе погоды на ближайший месяц. Новый учебный год успешно стартовал. И если на августовской педагогической конференции в Анапе речь шла о содержании и организации учебного процесса, то на прошедшей сегодня встрече глава курорта ответил на вопросы педагогов, какой бы сферы они ни касались. Вы наиболее продвинутая часть населения сегодня. Я считаю, что рассматривать власть на талант только глобальные, которые касаются большого количества людей. Мы должны рассматривать вопросы, даже если проблема касается одного человека. Вопросы не заставили себя ждать. И как это всегда бывает на встрече с мэром, профессиональными темами разговор не ограничился. Не осталось в стороне и тема точечной застройки. Глава НАПР рассказал о решении объявить мораторий. Решение пока не оформлено законодательно, но необходимость назрела. Вы все сегодня являетесь свидетелями и заложниками той ситуации, когда строились, да и продолжают строиться, что грех отли. Многоэтажные и многоквартирные дома, которые даже не соизволили на первом этаже отдать помещение под тот же пункт полиции, под врача общей практики, под библиотеку в конце концов, еще под что-то. Все коммерциализировано. И вот с крупными застройщиками, которые сегодня есть, те, которые точечно застраивали, но не один дом, а два-три. Я со всеми провел встречи, и все ушли от меня. Ну, я не скажу, что они мои враги, но они довольны. И все-таки нести социальные обязательства придется. Первая ласточка – застройка на Красной площади. В новом многоэтажке на первом этаже расположится поликлиника. Жители Витязева, а наболевшим. У нас лето было, на самом деле, очень жаркое. И, наверное, все страдали, да, как бы со светом. Проблема со светом всех коснулась. Особенно у нас, витязевые, просто отдыхающие, гостиницы, традиционеры не тянули. И, конечно, с водой, свет, было на самом деле большая проблема. Как она будет решаться? Сергей Сергеев прокомментировал ситуацию. Что касается электрособжения, я вам могу дать сведения, сколько гостиниц и на какую емкость принят, я умышленно говорю, не введены в эксплуатацию, а принят по решению суда, на которые не выдавалось разрешение на строительство. Их 90%. А откуда же возьмется электричество? Откуда возьмется система канализирования? И сегодня я пока веду подготовительные работы. У нас есть емкость генерирующая, которая способна, я имею в виду на наших подстанциях, у нас сейчас верхняя, вернее, Джаметинскую подстанцию увеличивает емкость в два раза Кубанина и Ра. Вот. Фактически строится новая. То есть генерирующей мощности нет. А разводящие, как же они будут нормальные, если он судом ввел гостиницу, без всяких технических условий. Понимаете? А теперь вопрос правильный, можно следующий задать. Сергей Павлович, а как же их подключить? Вот и я так же вопрос задаю. Если по воде я могу прийти и отключить, и мы это делаем постоянно, видите, то по электричеству они мне отвечают. Мы не имеем права. Тем не менее, ряд мероприятий, которые выведут из тени коммерсандов и переведут их объекты на законные рельсы, совместно с ресурсниками и контролирующими ведомствами проводятся. Прозвучал вопрос об Анапском ЗАГСе, который сегодня расположен в окружении магазинных вывесок. ЗАГС перешел туда в 13-м году, в то помещение, в котором он сейчас находится, на втором этаже. Без всякого согласования. Ты об этом задаваешь. Раз вы решили, ну сделайте тогда, чтобы слева не было написано белорусские продукты, они отмедовушки. Справа ковры. Сделайте по-человечески. Нет, ты Сергеев сделаешь. Такая же ситуация сейчас с военкоматом, понимаете? Точно такая, один в один. Рулить все хотят. Я же вам сказал ключевые фразы. Вы внимательно за твоим дыханием слушали. Управлять хотим все, а нести ответственность никто. Вот. Поэтому получается, что когда вы переходили по 700 рублей квадратный метр, даже больше, вы же не спрашивали у Сергея, в частную собственность, место на место. Но мы сегодня приняли решение, ну, не хотелось раньше времени, но на Ленину, между церковью и торговыми рядами, которые построены, строится здание, здание строится под ЗАГС. Привлекать к решению социально значимых вопросов бизнес призывают и краевые власти. Одних только бюджетных средств на реализацию дорогостоящих проектов не хватит. Анапские ТОСы в преддверии Дня города начали подводить итоги своей работы за отчетный период. Лето не только курортный сезон, но еще горячая пора для тех, кто занимается благоустройством. Общественники говорят, что в городской администрации всегда открыто для предложений, и их инициативы получают реальную поддержку. Сквер разбили в этом году, можно сказать, общими усилиями общественности, городской администрации и депутата от территории. Теперь это любимое место отдыха жителей окрестных домов. Дворника еще не было, но вокруг чисто. Весь мусор со вчерашнего вечера в урнах. Местные активисты говорят, что с одной стороны держат ситуацию под контролем, а с другой – людям место нравится, и они сами стараются не сорить. От сквера идет аллея с беседками. Также в этом году на бюджетные деньги привели в порядок тротуар на нечетной стороне улицы Маяковского. Четную сторону благоустроили ранее. Отношения у нас очень хорошие, потому что по первому заявлению или звонку приезжают работники ЖКХ, администрации. Здесь приходила комиссия, которая возглавляла Анжелика Анатольевна Базунова. И обходили территорию, которую нужно благоустроить. Но поскольку вы видите, что здесь очень красиво, у нас сейчас не в каждом дворе такая красота находится, поэтому они ходили и смотрели другие уголки, которые нужно еще благоустроить и привести в порядок. Город, конечно, меняется. Особенно в центре красиво все так, убрано. Мне нравится. Цветов много. Свой личный вклад Александра Петровна делает ежедневно, утром и вечером. Она ухаживает за клумбой во дворе. Ее нужно поливать, а иногда и пропалывать. Цветы однолетние. Осенью собираются семена, а весной высеиваются. И так каждый год. А что нетрудоемкое. Потрудишься и как-то легче становится. Хочется чем-то заниматься, чтобы не сидеть вот так вот, сложа руки. Вот выйдешь на улицу, вот смотрите, какая красота. Сразу настроение поднимается. Уютный двор буквально притягивает детей. Все разных возрастов и для всех здесь стараются найти занятия. Можно делать такие вот фигурки из пластиковых бутылок. Эта стена также расписана при участии юных художников. В этом году ее обновят, а может даже придумают новую картину. Также ребята помогают ухаживать за цветами. Взрослые постепенно обновляют турники и качели на деньги, которые, например, выигрывают, участвуя в конкурсах. А в этом году планируют продолжить. Если собственных средств не хватит, обратятся к своему депутату и администрации города-курорта с уверенностью, что конструктивное начинание обязательно поддержит. Всероссийское общество инвалидов примет завтра участие в краевом круглом столе по вопросам организации безбарьерной среды. Нашим инвалидам, людям увлеченным и разносторонним, творчески есть что рассказать коллегам из других городов края. Например, о работе клуба по интересам. Работа из бисера. Тематика как светская, так и церковная. Автор Лидия Шаднева. По ее словам, тонкая работа способствует развитию мелкой моторики, а также, по крайней мере в ее случае, помогает сохранять зрение. Пальцы не имеют. Это вот самое главное, нитку туда-сюда. Бисер поймать, упал. Ловишь его там, собираешь, считаешь. Стало лучше видеть, потому что приглядываешься, считаешь, глаза туда-сюда шевелятся, руки движутся, вот и все. Клуб Прианавской курортной организации Всероссийского общества инвалидов расположился на площади около 50 метров. Здесь есть мастерская, своя парикмахерская. Сюда по выходным приходят люди с ограниченными возможностями здоровья, а также те, кто трудился в годы Великой Отечественной войны. Тело нам не всегда подвластно, а душа бессмертна. Поэтому люди с ограниченными физическими возможностями имеют неограниченные творческие возможности. Валентине Федоровне 85. Она вяжет с самого детства. Научилась, когда жила с мамой в эвакуации в Пензе. Мама мне учись, на Украине этого нет. Я и платки научилась вязать, и кофты, и чулки, и носки. Для меня это жизнь. Я и без этого не могу. В клубе можно встретить поэтов, композиторов, художников. Любовь Ивановна здесь уже 20 лет. Руководитель и летописец в одном лице. У нее несколько сот альбомов с вырезками из газет, из журналов, а также просто информации о том, кто и чем знаменит. Я не знаю, интересные люди. Мне просто очень нравится, которые больше меня умеют. Здесь отмечают дни рождения и другие праздники. Просто проводят чаепики. Одна из основных задач – наладить живое общение, а его сегодня не всегда хватает даже тем, кто не ограничен в возможностях по здоровью. 10 сентября в выставочном комплексе «Тамань» состоится главный краевой фестиваль народного художественного творчества «Легенда Тамани. Сказа казаки и голуби». В его рамках пройдет конкурс «Лучшие песни об Атамане» и откроется выставка народных мастеров «Живое ремесло». Праздник начнется 10 сентября в 9 утра. На протяжении всего дня на подворьях гостей ждут выступления творческих коллективов, экскурсии, мастер-классы, игры и развлечения, а также концерт, который завершится праздничным фейерверком. Приглашаются все желающие. В селе Супсех появится новый тротуар. По распоряжению главы Анапы на этой неделе специалисты предприятия «Ремстрой» приступили к работе. Тротуар соединит федеральную трассу со школой номер 11. Главная задача, которую обозначил Сергей Сергеев – обеспечить максимальную безопасность детей, а их ежедневно этой дорогой проходят почти тысячи школьников. Было также принято решение о введении одностороннего движения по переулку Парковой. Средства на строительство выделены бюджетом города. В ближайшее время на территории Анапы появится пять новых комплектов спортивного оборудования для сдачи норм ГТО благодаря участию муниципалитета в социальном проекте «Поколение спортов».